Да, привет, друзья. Вот есть такие вещи, которые просто пропускать нельзя. Я тут собирался объявление сделать, что завтра у нас бесплатный ликбез очередной, вторая часть. Мы же там три части должны сделать. Вторая часть, 20 часов, и вы, пожалуйста, в Zoom там все заходите. В Zoom будем друг друга видеть, и вы будете показывать, что у вас получается, что не получается. Я буду задавать вопросы, вас волнующие, и я буду вам развернутым образом отвечать. Но тут мне нужно не пропустить обязательно для вас. Значит, вот мне Акбар Ашиков. Это участник нашей школы, и в прошлый раз я тоже читал его текст, который достоин цитирования. Я вам прочитаю. Как вы говорите, перед выполнением ключевых приемов всегда должна быть задача. Сознательное или подсознательное, неважно. Если ты просто делаешь ключ как зарядку по утрам, то ты просто немножко успокаиваешься. Это мне Акбар Ашиков пишет. И вот дальше, смотрите, интересно что. Вот чем отличается состояние нуля обычного человека от состояния нуля Будды. Будда был озабочен серьезными вопросами, и когда он достиг этого состояния, то он одновременно познал ответ на свой вопрос. То есть возникло состояние нуля, и одновременно состояние «я понял». Во-во-во-во. Ну молодец, Акбар, ну что скажешь. Кажусь участниками школы. Дальше. То есть открылась мудрость, и для него это состояние нуля стало как могучее состояние, благодаря которому он всегда мог быть таким пробужденным. А многие, получая состояние ноль, думают, что они его не получили, потому что их исходное состояние было обычным, и их цель была не такой высокой. Или же они ждали полноты того пробуждения, что испытал Будда, ждали этого результата, без понимания, чего же он именно испытал, и благодаря чему? Человечности, забота о других. Так, не понимая, что это зависит, как вы говорите, от исходного состояния, от сложности, задачи, которые волнуют, и одновременно от человечности людей. Ведь Будду заботили все люди, он думал, как помочь всем, избавить людей от страданий, и опять же, вот она, сила человечности. И потому его состояние нуля, нирваны, стало таким мощным и таким постоянным. Вы уже говорили об этом, что когда ты думаешь над своим вопросом и одновременно поднимаешь планку цели, как помочь человечеству, то и результат будет соответственным. Мне пришло это понимание после последнего вашего ликбеза. И спасибо Алексею, который спрашивал, почему не всегда происходит ноль. Мне кажется, просто я понял его вопрос, я думал над тем, и вправду, почему не у всех получается ноль в должной степени. И над тем, чем именно отличается состояние нуля Будды от состояния нуля обычного человека. Я пришел вот к какому пониманию. Касаясь, спасибо за ликбез, и спасибо Алексею, который спрашивал про ноль. Этот ликбез дал мне еще одну возможность подумать и поискать истину. Хотя не знаю, нашел я ее или нет в данном вопросе. А что вы думаете? Вот посмотрите, как интересно. Вот что он отметил, Акбар. Молодец, молодец. Ну, просто горжусь нашей школой. Ну, что сказать? Это же высочайший уровень. Это высочайший уровень мышления. Вот посмотрите, Акбар тут пишет, говоря своими словами, он мне написал, что я теперь понял, чем ноль Будды отличается от обычного нуля, обычного человека. Потому что обычный человек, когда ищет это нулевое состояние, он не задается таким вопросом, который сверхважен. Как помочь ему человечеству. То есть такая высокая планка цели. И вот когда он ищет это с помощью ключа и выходит на ноль, там он и получает ответ. С ощущением я понял. Потому что чем выше планка цели, чем выше задача, которая решает человека, как проблему, и где он пользуется методом ключа, там он на нуле и получает этот ответ. Такой мощнейший. А когда у него нет такой задачи, так он, естественно, ноль-то ему зачем. Ну, вот как интересно, да? Ну, ладно, я не знаю, как получилось. Может быть, я в следующий раз вам как-то я осмыслю этот текст и своими словами скажу, ну, в своем стиле, да, еще раз. Потому что говорят иногда, что одну и ту же мысль, если подать разными способами, надо с зрительной картинкой или другой фразой какой-то, с другой интонацией. И какая-то лучшая, как говорится, доходит. Ну, попробуем в следующий раз еще это сделать. Сейчас я напоминаю, что завтра в 20 часов любез по московскому времени бесплатная трансляция против стресса, защита для всех. Сегодня это очень важно. Вы знаете, чем отличается популярность писателя, художника от врача? Ну, врача, вот, все ему звонят, и всем он нужен, и всем надо помочь, а писателю он автограф поставил. Я это хорошо знаю, потому что я был писателем несколько раз и много автографов ставил, но когда ты врач, даже на свадьбу попадешь, ну, тебя вытащат на свадьбу. Ну, обязательно кто-то сядет рядом, начнет тебе рассказывать, как у него болит желудок, или как тетя у него больная, и не можешь ли ты помочь. И, короче говоря, а некоторые даже думают, что доктору надо обязательно рассказать про свои хвори. Ну, да, вот у них такое впечатление, что обязательно надо им рассказать что-нибудь такое. Ну, завтра мне все это расскажете. До встречи, друзья. 20 часов. Везумы, приготовьте свои устройства. А эта картина называется «Девушка одним движением». Я ее нарисовал за 15 минут. Очень давно. Она очень понравилась моему другу Льву Мелехову, а он один из лучших фотографов. Он же в этом разбирается, так что, если оттуда не видно, я вам заранее говорю, что она просто прекрасная, эта картина. Он ей сам рамку сделал, потому что, говорит, она должна быть в рамке. И он мне сделал такой подарок. Ну, до встречи.